Осень Дима, ты мед съел? Нет, матушка, не я. А вот брат говорит, что своими глазами видел, что ты ел мед. Когда я мед ел, тут ни одного человека не было. Этот праздник показывает всю глубину нашей души, широту нашей души русской, подготовку, без которой невозможно обойтись без участия каждого и большого человека, и маленького, родителей, педагогов, самих детей, потому что подготовка была очень глубокая, большая. И я надеюсь, праздник удался. Вот ты глянь на них, а? Ну что, они красивы, что ли? Красота. Красота. Точно, да. Я тебя убью. А что, надо? Вот. Ну, красавица. Ну, да. В таких праздниках всегда много песен, конкурсов, танцев и разнообразных игр. Одно из направлений работы детского сада номер 20 – патриотическое воспитание. Поэтому в основе сценария – русский фольклор. Мы рассказывали им о народном костюме, о народных традициях, о том, что такое посиделки. Дети не знали этого. Очень увлекли родителей этим праздником, потому что родители приняли большое участие в подготовке к празднику. Они обеспечили нас костюмами и участвовали в подготовке зала к празднику. Соберя фрукты в корзину, когда мы собирали там фрукты, мне это очень понравилось. Потому что мы не должны никакой ошибки сделать, а мы не сделали никакой ошибки. Ну, в первый раз я что-то не собралась, но во второй я уже собралась. Большое значение имеет сам процесс подготовки к проведению праздника осени в дошкольном учреждении. Дети собирают листья, украшают актовый зал, учат стихи. На заваленке, в светелке или на бревнышках каких собирали посиделки пожилых и молодых. Приучинили, сидели, или по цвету небосвод говорили, песни пели, дводили хоровод. Это подготовительная школя-группа. Ну, в первую очередь, это здоровье, то, что волнует больше всех, наверное, и родителей, и нас, как воспитателей. То, о чем мы заботимся больше всего, это, конечно, о здоровье наших детей, нашего подрастающего поколения. Ну, и продолжать нам дальнейшее такое же тесное сотрудничество с родителями, ну, а детям расти на радость родителям и на радость нам, всем воспитателям детского сада. Уже на следующей неделе начнется подготовка к другому празднику, не менее любимому, новогоднему. Вы послушайте, девчата, низко духу будем петь, на дубу свинья учтется. В бане плавнется медведь! Екатерина Алафимова, Михаил Лебедев, Андрей Милентьев. Для программы «Городские вести».